Новая квартира или хотя бы просто расширение жилплощади – заветная мечта миллионов россиян. Но любой, кто решил воплотить её в жизнь, сразу понимает – рынок недвижимости – один из самых изменчивых и сложных. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Она делала большую работу, отсеяла множество предложений от разных компаний. Девелоперы обещали скидки и акции, которые выглядели настолько щедро, что даже отпугивали женщину. Одна компания мне предложила очень выгодные условия, очень хорошую скидку. В итоге, когда я через какое-то время обратилась к ним, случилось так, что эта компания уже банкрот. Нервов и сил пришлось потратить много. Бесконечные переговоры, мнения и советы друзей. В итоге квартира куплена. Мария изучает каждый сантиметр жилья, от которого только недавно получила ключи. Всё отвечает желаниям и требованиям. Вот только, как выяснилось, к сожалению, кредит взят не на лучших условиях. Предлагают разные условия, разные процентные ставки, также страховки. И потом образовалась просто каша в голове. Проблемы дефицита информации у покупателей жилья занялись на государственном уровне. С начала года работает единая государственная система жилищного строительства, которую разрабатывали Минстрой и АИЖК. Самые актуальные данные о разных объектах недвижимости всё вместе на одном сайте. Там видно практически в региональном разрезе каждый дом, каждый строящийся объект. Это, безусловно, даёт нам возможность видеть, что происходит сегодня на рынке строительства жилья. Динамика ставок по кредиту, средняя стоимость квартиры и объёмы уже введённого в строй жилья. Подробные данные о застройщиках. Список можно продолжать долго. Чтобы найти эти цифры, можно воспользоваться единой информационной системой, которая становится центром знаний для всех, кто хочет решить свои проблемы с жильём. Только в Москве сегодня работает больше ста застройщиков. Вместе они возводят примерно 12,5 миллионов квадратных метров жилья. Как при таком разнообразии выбрать наиболее подходящий объект? Чтобы не сделать неудачный выбор, сперва нужно отсеять множество вариантов. И для этого, по сути, стать настоящим аналитиком. Такое под силу зачастую не каждому решить проблему может как раз-таки единая информационная система жилищного строительства. И эти специалисты одни из тех, кто собирает всю информацию о ключевых данных воедино. Информация не только для рядовых граждан, но и для всех профильных ведомств. Новая система должна сделать российский рынок недвижимости прозрачным, так как застройщики, регистрируясь, раскрывают свои производственные показатели. И не только. Минстроя нам рассказали. Благодаря этому сервису уже удалось выявить сомнительные сделки по заключению договоров долевого участия. Благодаря буквально первым двум неделям Нового года мы уже сегодня выявили ряд объектов у застройщиков, где явно была заниженная цена. И от этой заниженной цены считался взнос в компенсационный фонд. И, соответственно, у нас появилась возможность быстро отреагировать. Больше не нужно полагаться на человеческий фактор, собирать по крупицам данные о своей стройке, читать противоречивые отзывы, часами изучать и сравнивать ипотечные предложения. В доступной форме видны все данные по проекту и реальные сроки сдачи жилья. Гражданин у нас может получить объективную информацию, посмотреть на сайте, кто является застройщиком, какие до этого сдавались объекты данным застройщикам, сдавались ли они в сроке, на каком этапе строительства находится данный дом, соответствует ли этап планируемым срокам ввода этого жилья. Застройщики будут размещать ежемесячную информацию, это фотографии по ходу строительства, то есть можно будет оценить уже в динамике, как идет строительство. Данные собирают по всей стране, от Калининграда и до Дальнего Востока. Дальнего Востока детально уже о двух с лишним миллионах квартир 14,5 тысячи строящихся домов. И эти цифры постоянно растут. Источники самые авторитетные. Банк России, фонд содействия реформирования ЖКХ и Росстат, а также Росреестр, которые регистрируют все сделки с недвижимостью, а их число по стране превышает сотню тысяч в сутки. Информация о земельных участках с категорией земель для жилищной застройки, тех территориях, на которых уже идет строительство, как многоквартирных домов, так и вообще строительство. Также мы планируем размещать информацию о заключенных договорах долевого участия. По качеству работы российский регистрирующий орган входит в десятку лучших в мире. Это версия рейтинга «Дуинг бизнес». Держать планку позволяют передовые IT-технологии. Так, Росреестр, АИЖК и фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства могут стать одними из тех первопроходцев, кто начнет осваивать блокчейн. Для того, чтобы исключить какие-либо махинации или ошибки, даже человеческий фактор, мы решили найти технологию, в которой будет достоверность и скорость, вне зависимости от человека. Многих такая открытая база данных может спасти от попадания в число жертв рекламы, когда красивый баннер и маркетинговые предложения попросту вводят в заблуждение. Теперь у бизнеса должно появиться новое правило. Начинаешь проект, информация о нем должна сразу появиться в единой системе. Вначале девелоперы опасались, не обернется ли это дополнительными издержками или бюрократическими проволочками. Но в реальности оказалось все проще. Не нужно отправлять вам в сто инстанции документы, да, отправляешь все в одну инстанцию, и одна инстанция полностью тебя контролирует. Мы их увидим сами в состоянии других компаний, на какой они стадии. Что с проектами, конечно, тоже удобно. Единая информационная система только начала развиваться. Задумок, как и чем она еще будет заполняться, немало. Но уже сейчас с помощью сервиса можно избежать многих ошибок и сохранить деньги. Если бы все было доступно и понятно, я бы сэкономила даже не тысячу, а десятки тысяч рублей. Новая система нужна не только тем, кто задумал расширить свои квадратные метры. Она позволит не просто понять, где и у кого условия лучше, но и контролировать отрасль максимально эффективно, чтобы рынок развивался быстрее, а цены снижались. Продолжение следует...